В отличие от муниципального общественного транспорта, график движения частных перевозчиков не зависит от времени года. Изменение маршрута и времени прибытия на остановке связано с появлением новых районов и потребностями пассажиров. Вне зависимости от этого, интервал движения маршруток остается неизменным. Он не должен превышать 10-12 минут. Действующим расписанием предусмотрена интервальность движения в вечернее время также 10-12 минут. Работа сложности с тем, чтобы уехать из какого-либо района, из старого в новый или из нового в старый, могут быть за счет нарушения перевозчиками установленного расписания. Что касается правил перевозки пассажиров, то одновременно в салоне стоя ехать могут не больше четырех человек. Контроль за соблюдением этих норм входит в сферу ответственности сотрудников ГИБДД. За остальным следят специалисты ДГХ. Они контролируют соблюдение перевозчиками расписания и маршрута. Помогает в этом система ГЛОНАСС. Несмотря на постоянный мониторинг и контроль на линиях, некоторым пассажирам все-таки приходится тратить драгоценное время, стоя на остановках. Стало неудобно. Раньше удобнее было. Я выходила за 15 минут, успевала до старого района доехать, а сейчас у меня приходится за полчаса даже больше. Я очень редко пользуюсь на своей машине, но когда пользуюсь, приходится стоять. Долго автобусы. Вовсе долго. Еще весной в схему организации частного движения были внесены изменения. Маршруты переименовали и по просьбам горожан. В обновленной 52-й включены улицы Березовая, Раменская и Курчатова. Однако пассажиры стали замечать, что в вечернее время суток или в выходные дни уехать с этих улиц на маршрутке практически невозможно. Как только данное изменение маршрута вступило в силу, конечно, проблема такая существовала. Но на сегодняшний день такие случаи единичные. И если такая ситуация произошла, что водитель не поехал по установленному маршруту, то нужно обращаться в Департамент городского хозяйства. Пожелания и жалобы горожан принимаются по телефону 977-68. Если речь идет о несоблюдении расписания движения, рекомендуется указывать место и временной интервал отсутствия автобуса или маршрутки. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.